Его участниками стали больше 6 тысяч человек. Общая сумма достигнутых договоренностей 3 триллиона и 108 миллиардов рублей. По предварительным данным подписано 220 соглашений. Под приставкой «Самый-самый» в Приморской столице уже в четвертый раз прошел Восточный экономический форум. Но еще до начала официальной части на набережной кампуса ДВФУ открылась экспозиция, которая каждый год предвосхищает повестку ВЭФ. Каждый павильон – это целый регион. На открытии присутствовал даже полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Дальний Восток – это 6 миллионов квадратных километров, огромная территория. И когда человек приехал сюда на Дальний Восток, у нас, пожалуй, нет другой возможности так вот наглядно познакомить его с разными регионами, показать природу, культуру, экономику. Задача улицы Дальнего Востока – вызвать интерес. Из девяти представленных регионов, что открывали свои двери для инвесторов, Республика Саха удостоилась чести стать первой в рамках открытия улицы Дальнего Востока. Музыканты вовсю старались, ну а высшие политические чины региона с энтузиазмом транслировали перспективы развития Якутии. На территории Якутии реализуются такие крупные проекты, как строительство газопровода «Сила Сибири», строительство которого завершится к концу 2019 года. Также реализуются крупнейшие на Дальнем проекте угольные проекты. Прежде всего, это проект освоения Эльгинского каменноугольного месторождения с запасами более 2,5 миллиардов тонн коксующихся углей, марок, которые востребованы всеми металлургами мира. Не прошло и двух дней с открытия Дальневосточной улицы, как вовсю заработал долгожданный форум, где встретились экономические потенциалы и деловые амбиции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотни лекций, дебаты и подписания соглашений – все это нескончаемым потоком врывалось в информационное поле. Ну а перерабатывать и выдавать все события в виде удобоваримых фактов выпало журналистам. Для них организовали специальный пресс-центр, который всегда был полон и где царила атмосфера напряженной деловитости. Подписание соглашений между крупными корпорациями и целыми странами, секции, лекции, форумы – это все, конечно, очень интересно. Но здесь, в пресс-центре Восточного экономического форума, уже четвертого по счету, можно увидеть обратную сторону работы – масс-медиа. Здесь сотни журналистов в данный момент ожидают пленарного заседания главы государства. События Х ждали все. Пленарное заседание с участием глав пяти государств случается не каждый день. Вначале традиционно выступил президент России, а после начались дискуссии, в ходе которых буквально вершилась история. Самым неожиданным и амбициозным стало предложение Владимира Путина, премьер-министру Японии Синзо Абе. Президент прямо предложил заключить мирный договор между двумя странами. Давайте заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. Ну а пока высокие лица обсуждали геополитические вопросы, журналисты поделились со съемочной группой Восьмого канала своими мыслями ОВФ. Стало больше площадок, где говорится о реальных проектах, я имею в виду такие, как связанные с морской экономикой, связанные с международной экономикой. Это, в общем, впечатляет. Хотелось бы, чтобы это были не только слова, но и дела. Вот эта атмосфера, я не знаю, деловая, там, власти, денег, все эти люди в деловых костюмах. Это чувство, что действительно здесь сегодня вершатся какие-то судьбы Приморского края, какие-то глобальные проекты. Вот, я как человек, в общем-то, от этого далекий некоторые вещи для себя почерпну. Правда, я их не запомнил, но я их почерпну. Ну, я приехал первый день, получается. Ленарку надо отписать, работы много, ее опять задерживают. Все, как всегда, короче. У меня не такой напряженный график, я, можно сказать, на лайте работаю. Мне очень нравится веб, как мероприятие. Я фотокорреспондент, и каждый год очень много фотографирую здесь разных мероприятий. Кроме того, у меня есть уникальная возможность пообщаться со старшими коллегами из федеральных изданий, они делятся опытом. Это всегда очень интересно и круто. Не упустил возможность посетить площадки и секции Восточного экономического форума глава города Владивостока Виталий Веркиенко. Градоначальник поучаствовал в дебатах, посвященных развитию Русского острова, как оплота для будущих инвестиций. Это создание финансового центра и офшора на территории Русского острова, города Владивосток. Было интересно послушать, принять участие в дискуссии и понять, каким образом эти новые экономические инструменты повлияют на развитие города Владивостока. Кроме деловой программы, съемочная группа Восьмого канала освещала и культурную часть. Благо, показывать было что. Самыми запоминающимися стали спортивные сегменты ВЭФ. Например, международный турнир по дзюдо, где столкнулись пять стран – Япония, Монголия, Китай, Южная Корея и, конечно же, Россия. Кроме благородной японской борьбы, в один из дней форума прошли чуть менее утонченные, но очень зрелищные соревнования по масс-рестлингу. Супертяжеловесы из 24 стран преодолевали пределы человеческих возможностей, тягая камни по полтора центнера и многое другое, что не под силу простым смертным. Нужен он для того, чтобы спортсмены перед тем, как стали поднимать основной вес, на нем тренировались. Попробую это сделать и я. Восточный экономический форум – мероприятие титанического размаха. И охватить его целиком или даже наполовину попросту невозможно. Впрочем, ВЭФ привнес в информационную повестку Приморской столицы миллион новых поводов, как для оптимизма, так и для размышлений. На взгляд многих журналистов, этот форум отличался от предыдущих еще более высоким уровнем обеспечения безопасности, более удачной логистикой и насыщенной культурно-развлекательной программой. Ну и, конечно, свою позитивную роль в этот раз сыграла природа. За все время форума погода не подкачала и сделала форум еще более комфортным для всех. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.